hello hello my little friends здравствуйте здравствуйте мои маленькие друзья вы на канале английский для начальной школы мы с вами продолжаем учиться читать на прошлом занятии мы с вами разбирали третий тип и это у нас закрытый переда сочетание двух букв помним да когда буковка а решила подружиться со всеми шестью гласными буквами это сочетание под ударением иногда может быть еще одна согласная буква и давайте мы с вами прочитаем тренажерчик итак буква а в закрытом переда читается как долго помним да итак слова новые слова я их вам читаю внимательно слушайте и буду говорить перевод потом останавливайте видео и вверх по лесенке самостоятельно поднимаетесь хап арфа хап галик чеснок галик артист художник артист макет рынок макет кад карточка кад мультфильм картон фа далеко фа мак мак мужское имя капит ковер капит останавливайте поднимайтесь вверх по лесенке следующий столбик матч март матч скаф шарф скаф та смола тар под часть под тан пруд озеро тан бан сарай бан над Девесила, трава такая. Над. Шак. Акула. Шак. Гаден. Сад. Гаден. Останавливайте видео, поднимайтесь вверх по лесенке. Если что-то непонятно, промотайте и пересмотрите еще раз. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Обязательно не забывайте ставить комментарий. Получается у вас, не получается читать. И ставьте лайки, поддержите меня этим. А мы с вами продолжаем дальше. И мы, у нас на прошлом занятии были слова, которые вы должны были выучить. Вот сейчас мы будем их с вами проверять, как вы их выучили. Итак, ребятки, на прошлом занятии выучили новые слова, поэтому мы с вами проведем небольшой тесте, как вы их выучили. Итак, буква Эй в закрытом переда, да, сочетание Эй и А, какой вместе звук дает? Ну-ка, ну-ка. Умнички, правильно, да, вы уже все написали. Тогда я могу писать ответ. Это звук А, долгий звук А. Итак, машина, автомобиль. Помним? Красивая такая у нас, да, на карточке была. Вспоминаем, вспоминаем. Написали уже? Правильно. Это К, машина. К. А, вот эти две буковки дают один звук А. К, машина. Звезда. Помним? Помним, помним, да? Вы уже написали. Я уже могу писать ответ. Это у нас СТА. СТА. Звезда. Вечеринка. Тоже маленькое слово. Вечеринка. Все уже написали. Умнички. Пишу ответ. ПАТИ. ПАТИ. Вечеринка. А теперь САД. Да, слово уже побольше. Да, 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 совершенно верно. Это у нас ГАДЕН. ГАДЕН. ТЁМНЫЙ. ТЁМНЫЙ. Да, да, совершенно верно. Это ДАК. ДАК. ТЁМНЫЙ. А ТЁМНЫЕ ВОЛОСЫ? Ну-ка, вспоминайте. ТЁМНЫЙ ВОЛОСЫ. Как будет? Совершенно верно. ДАК. ХЕ. ДАК. ДАК. ДАК ХЕ. ТЁМНЫЕ ВОЛОСЫ. Умнички. А теперь давайте проверим. Если у вас точно так же, как у меня, все получилось, да, ставите плюсики, да, правильно ответили. Умнички. Так, поставили плюсики себе. Молодцы. Все, слова мы с вами выучили. Еще в нашу копилочку, еще несколько слов. А сейчас мы с вами познакомимся с новым типом, с четвертым типом. Новые слова. И сегодня мы с вами начнем читать замечательную сказку. Четвертый тип – это открытый перед А. Как правило, сочетание трех букв. Эй, А, И. И, А, И. Ай, А, И. О, А, И. Ю, А, И. Ю, А, И. Совершенно верно, да. Гласная буква Утана, она открыла слог. Получается открытый перед А. Сегодня мы с вами разберем сочетание Эй, А, И. Буква Эй в открытом перед А. В ударном типе слога четвертый тип Эй, А, И читается как Э. Да, ребятки, сочетание вот этих трех букв дает звук Э. Так мы с вами пишем, так мы с вами слышим и говорим. И первое наше слово сегодняшнее, вернее, оно здесь у нас одно, это слово Хэ. Хэ – это заяц. Хэ. И сейчас мы с вами, ребятки, прочитаем тренажерчик. Я вам приготовила. Тут несколько будет слов. Итак, четвертый тип – открытый перед А. Сочетание Эй, А, И читается как Э. И для тренировки слова. Хэ – заяц. Хэ. Мэ – мэ. Кобыла. Бэ – бэ. Голый босой. Кэ – заботиться. Кэ. Дэ – смерть. Дэ. Фэ – плата за проезд. Фэ. Рэ – рэ. Редкий. Тэ. Тэ. Тара. Вэ. Вэ. Посуда. Пэ. Обрезать. Срезать. Поднимаемся вверх по лесенке громко. Вместе со мной повторяйте. Пэ. Вэ. Тэ. Рэ. Фэ. Дэ. Кэ. Бэ. Мэ. Хэ. И так же спуститесь. Остановите видео. Спуститесь вниз по лесенке. И если вы не уверены, то еще раз прослушайте. А мы с вами сейчас напишем это слово, выучим и почитаем сказку. Итак, ребятки, мы сейчас с вами выучим слово Хэ. Хэ у нас заяц. Хэ. Подчеркнули, вот эти три буквы дают два звука. Э. Так мы с вами пишем, так мы слышим и говорим. Хэ. Заяц. И давайте мы с вами вместе пропишем. Хэ. Заяц. Хэ. Заяц. Обязательно вот так сделайте. Хэ. Заяц. Заяц. Хэ. Хэ. Заяц. Умнички мои. Домашние задания. Выучить слово Хэ. У нас всего лишь одно слово к следующему диктанту будет. Мы с вами будем диктант писать. Поэтому одно слово выучить. И, конечно же, как правильно читается буква Э в закрытом переда. А сейчас мы с вами будем читать сказку. Наша сегодняшняя сказка называется «A lion, caterpillar and her friends». Алина – гусеница и ее друзья. Посмотрите, ребята, какие замечательные, веселые картинки. Вот такие картинки мы встретим сейчас с вами в этой сказке. Так еще мы будем читать по-английски. Итак, ребятки, я сейчас внимательно. Вы внимательно слушайте. Я буду два раза читать. Обязательно прослушайте два раза. Потом останавливаете видео и читаете самостоятельно. И мы с вами договоримся, что я буду всегда два раза читать. Вы будете два раза слушать, а потом только самостоятельно читать. Останавливайте видео, читайте. Если что-то непонятно, перемотайте. Еще раз прослушайте. Вы у меня огромнейшие молодцы. У вас все получится. А мы читаем. Сейчас я вам переведу. Привет! Я Алина Гусеница. I'm long. Вы, наверное, догадались. Я длинная. У меня есть много друзей. А теперь остановите видео и прочитайте самостоятельно. На этой страничке Алина встречает лягушку. Привет! Я умею ползать. Bye-bye. Пока-пока. А сейчас останавливайте видео и читайте самостоятельно. На этой картинке мы видим, что наша гусеница встречает рыбку и ведет с ней диалог. Привет! 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 Я рыба. Я умею плавать. А ты? Можешь ли ты плавать? Можешь ли ты плавать? Я умею ползать. Goodbye! До свидания! А теперь остановите видео и прочитайте самостоятельно. Если что-то не получается, перемотайте. Еще раз прослушайте. А тут наша Алина встречается с кошкой. Давайте прочитаем. Я вам читаю два раза. Вы внимательно слушайте. Hello! Hi! I'm Cat. I can play with balls. And you? Wow! I can play with balls too. Bye! Hello! Hi! I'm Cat. I can play with balls. And you? Wow! I can play with balls too. Bye! Привет! Привет! Я кошка. Я умею играть с клубочками. А ты? Вау! Я умею играть с клубочками тоже. Пока! Вот это маленькое слово to. Если вы его увидите в конце, то оно будет переводиться как тоже. А если где-то в серединке, то слишком. Запоминайте. А на сегодня мы с вами, ребятки, закончим. Мы узнаем, чем закончилась эта сказка на следующем занятии. Вы у меня были большие молодцы. Еще раз просмотрите урок. Домашнее задание. Еще раз прочитать эту сказку и выучить правила и слово. А я с вами прощаюсь. And now the lesson is over. Goodbye!